Всем привет! Вы на канале Чтобы Выжить, с вами Денис. Сегодняшняя тема, о чем сегодня хотелось поговорить, это выгодно ли работать самозанятым. Один из зрителей написал комментарий, Денис, расскажи свое мнение, свой опыт до становления самозанятым и после самозанятого, все плюсы и минусы, которые ты видишь. Опять же, уточню, что это именно моя точка зрения. Из минусов, первое, что я хотел бы отметить, что если у вас проблемы какие-то с картой, куда выводить средства, то, конечно, вам самозанятый не подходит. Потому что безналичный расчет в Яндекс.Такси выводится именно на вашу карточку. То есть, априори, фамилии, имя, отчество вы не вводите при указании реквизитов. Вы вводите только расчетный счет и бигбанка. Соответственно, в таксопарках можно указать карточку родственника, друга, подруги, кого угодно. Это же, конечно, является огромным минусом, потому что если у вас снимают приставы за долги какие-то, за алименты или еще что-то, вам самозанятый не подойдет. Еще один минус, немножечко, наверное, по налогам. Если сейчас есть таксопарки, которые подключают под 2,5%, даже, возможно, и под 2%, то в качестве самозанятого вам придется платить на первый период, когда предоставляется налоговый вычет 10 тысяч рублей, 3 и 4%, соответственно. То есть, 3% от заказа от физических лиц, 4% от юридических. То есть, изначально было 4% от физических, 6% от юридических, но так как государство вам дает при регистрации 10 тысяч рублей налогового вычета, соответственно, эта ставка понижается на 1% от физика и 2% от юридического лица, получается 3 и 4. Но сейчас, в связи с самоизоляцией, как ты ролик уже записывал, этот налоговый вычет еще плюсом к 10 тысяч, кто ее не израсходовал, увеличился на 12 300 или 12 130, по-моему, рублей. 12 тысяч, указ это президент Российской Федерации, то есть, у меня вот что-то вычиталось, там у меня сейчас составляет вычет 20, и у меня не был оплачен налог, 1300, по-моему, с копейками, у меня эти 1300 сминусовались автоматически вот со второго транша, с этого бонуса от государства, как говорится. То есть, уже 1300 я экономил, не ждал, пока 1% будет с меня, бонус 1% от отдаваться, а автоматически с меня 1300 списалось за счет государства, субсидий государства, так скажем. Из плюсов, наверное, можно сказать, что дается приоритет, как я сейчас прочитал, на полгода, то есть, приоритет сейчас, я залазил в таксометр плюс 5, по-моему, для самозанятых и ИП, то есть, вы становитесь самозанятым, и вам в течение полгода приоритет у вас будет на 5 баллов больше. У меня этот приоритет, кстати, уже, наверное, должен скоро закончиться, и будет не 15-16, а будет 10, как у многих. Еще из плюсов я посмотрел, сейчас залез на Яндекс сайт, что самозанятым может стать не только гражданин Российской Федерации, но и гражданин Евразийского экономического союза. Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан. Если не ошибаюсь, кому еще это интересно, уточните. То есть, гражданам этих государств следует пойти в МФЦ, оформить ИНН, индифекционный номер налогоплательщика, и они также смогут стать самозанятым и работать с Яндекс.Такси напрямую, как самозанятые. Единственное, я не знаю, что у них там по правам. Права, наверное, нужны российского образца, но в эту тему я не смотрел, точно вам сказать не могу. А так, деньги от Яндекса, в принципе, приходят, приходили, так как я уже сейчас месяц пока не работаю по определенным причинам, приходили вовремя, как у них и говорится, в течение двух-пяти рабочих дней. Задержки происходили, когда какой-то перерасчет по поездкам, или когда вот бонусы гарантированные были. Но, в принципе, все на следующий день в обед практически всегда приходило. В интернете я прочитал тоже статьи, что кого-то Яндекс пытался обмануть. То есть, да, контролировать немножко выплаты трудно, потому что происходит выплата вам на карту, а баланс в Яндекс.Таксометре еще два дня висит положительный, как бы, и эта выплата не указывается. Но потом через два дня вы в соответствующей графе можете посмотреть, что была произведена выплата, там, например, 1500 или 1600 без наличный расчет. Так, чтобы еще на память вспомнить. Значит, плюсы это приоритет, плюсы это сразу на карту, минуя таксопарки. И из плюсов еще, что это доход официальный, вы можете его предоставлять для получения кредита в банк. То есть, все в приложении Мой налог формируется выписка вашего дохода. Из плюсов еще то, что в отличие от индивидуального предпринимателя, если вы не осуществляете деятельность, то с вас никакой налог не берется. То есть, приложение Яндекс.Такси автоматически связано с приложением Мой налог. Никаких социальных выплат, как у ИПшников, нет. То есть, совершили поездки, эта поездка автоматически уходит в Мой налог. И в конце месяца программа сама считает, какой налог с вас взять и вычитает. Вот эти льготные выплаты 1% уменьшает. Налог на сумму 1% берет их из этих 10 тысяч, плюс 12, 100, что еще добавили. До тех пор, пока все это не кончится. Из минусов, наверное, то, что карточку вы можете указывать только свою. То есть, по-моему, у любого банка, там, БИК и расчетный счет главное указать. Но другую карту, другого человека вы указать не можете. Ну и как дальше будут приходить заказы, когда заканчивается приоритет. В принципе, сейчас обстановка налаживается. Города начинают оживать. Многие заказы опять стало заказов больше. Хотя в период самоизоляции, кто меня смотрел, у меня заказов меньше тоже не было. То есть, из-за повышенного приоритета, обклейка, самозанятый, серебро и там 100 дней с Яндексом, приоритет у меня был 15-16 и недостатков в заказах у меня не было. Вот, в общем, вся информация. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео и было полезно. Ставьте дизлайки, если вам не понравилось. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok